Матери девушек, чьих убийцы насильников помиловали, обратились в генпрокуратуру. Ответа нет. Почему чужим людям позволили прощать убийство моего ребенка? Яну Болтынюк изнасиловали, убили и сожгли в 2014 году в Калуге. Машу Нечетную убили, а перед этим зверски пытали в течение двух часов в 2016-м в Абнинске. Владимир и Евгений Татаринцевы – убийцы Яны, Александра и Владислав Коробейниковы – убийцы Маши. Они были отправлены в одну колонию, а теперь двоих из них там больше нет. Осенью прошлого года они подписали контракт с ЧВК «Вагнер». Такими темпами родители убитых девочек могут сесть в ту же колонию за дискредитацию новых героев России. Но это мелочи. Стоим до конца, город Херсон, никто не собирается никому сдавать. Противника на территории Подгородской области не было и нет. Мобильные группы нацистов на, как они называют, бандеромобилях, пикпак-пикпахах смогли и немного углубиться, но были отбиты нашими птурщиками и гранатометчиками. Вооруженные силы, пограничники, Федеральный служб безопасности, Росгвардии на месте. В Европе предложим также, как и Херсонской области, провести референдумы. Конечно же, присоединиться и Франции, пускай это будет Французская республика Российской Федерации, немецкая какая-то область. Пожалуйста, мы всем готовы как раз равнозначно жить, как когда-то мы жили в Советском Союзе. Только мы теперь растянемся от Тихого океана до Атлантики. Ну и нам еще до западной границы идти. Поэтому надо посчитать, сколько нам нужно будет, как нам будет нужно. Недовольство, пессимизм, удрученность. Основные чувства россиян. На жизненном горизонте нет ничего, кроме руин, смертей, упадка. Если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы. Такой оказался нервический. То дайте денег, то, главное, черт с ним будут за свои. Мир разделился на тех, кто будет жить, и тех, кому нужно умереть, став лучшими в аду. Основная работа, которая, наверное, ляжет на плечи этих мобилизованных, это вот непосредственно, как говорится, защита этих территорий, нахождение этих бойцов в наших тылах, чтобы они нам оказали поддержку именно в непосредственном, как говорится, локализации, как говорится, тех угроз, которые могут быть у нас за нашими уже спинами. Из каждого утюга мордатые депутаты, омерзительные лидеры Z-движения, ублюдочный агент ФСБ Гиркин или попы в погонах той же конторы вещают, что умирать не страшно, почетно и богоугодно. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. При этом чиновничья братья создает все условия для невыносимой жизни. Вследствие многомерной деградации российское общество стало предельно некомфортным и несправедливым. Герой времени – пьяный Люмпен, бредущий на смерть в чужой земле ради удержания власти в руках его скверных, заскорузлых господ. Кремль опасается гражданской войны в России подобно смутному времени после кончины сумасброда Ивана Грозного. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. В отдельные светлые головы уже закрадываются мысли об истинной цели спецабосрации. Путинской шайке-лейке необходимо утилизировать как можно больше людишек, чтобы обескровить лавину будущей внутренней распри, связанной с трансфером власти. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Уже из большой гонки выбыла военная группировка, курируемая ГРУ. Каждый день новых поражений в Украине выгоден Путину. Русские идут домой! Москва объявила о вывозе жителей Херсона на левый берег Днепра в ожидании контрнаступления украинской армии. Руководитель российской военной операции Сергей Суровикин назвал ситуацию в регионе очень непростой и не исключил, цитата, принятие самых непростых решений. Перевозят на другой берег на одном теплоходах. Это очередь до голой пристани. Партия ястребов все больше закапывается. От нее воротят всех и каждого. Тот же Медведев теперь выглядит жалким чучелом. Экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. Ни одна из систем противовоздушной обороны противника этой ракете не сможет противостоять и создать препятствия для достижения цели. В таком же плачевном состоянии системные либералы. Недовольство ими нарастает из-за экономического обвала. При этом за какие-то месяцы РФ потеряла свое энергетическое оружие из-за необузданной жажды шантажа Европы. Жители Европы остаются один на один со своими проблемами. Но за океаном никого не заботят, что Европу ожидает очень темная, холодная и долгая зима. Экспорт «Газпрома» рухнул на 40%, а объемы добычи на 17%. А Кремль требует расширить издержки на войну. Где брать ресурс? Как удержать падение доходов населения? Ответов нет. Ответа нет. Тем более, не радует навешивание на страну четырех истрепанных войной украинских областей. Тем более, выяснилась некомпетентность даже Конституционного суда РФ. Оказывается, в силе остается договор с Украиной 2003 года о государственной границе. Вы понимаете? Согласно данному соглашению, любые действия по пересмотру в одностороннем порядке государственной границы нарушают Конституцию страны. Иными словами, могут быть отнесены к особо тяжким государственным преступлениям. Это покушение на общественный строй России. По этой причине, что аннексия украинского Крыма, что попытка разжиться четырьмя новыми областями – надругательство над конституционным порядком. Никто никого не эвакуирует. Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат. Еще раз напоминаю. Попрошу воспринимать мои слова всерьез и воспринимать их как максимально быстрая эвакуация. Жизнь под угрозой мирных жителей, населения, в первую очередь, шебеки на окрестных селах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова